Салем Достар! Бул Каштанов! Минен Каштанов Реакшн канала Макош Кельди Низдер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием Реакция на Димаша. Что думают звезды о Димаше Кудайбергене? Да, ребята, давно на канале не было Димаша. Я даже немножечко так подсоскучился. И вот сейчас в последнее время у меня выходили реакции на Димаша. А здесь мы послушаем именно мнение. И судя по первым кадрам, это мнение каких-то российских звезд. Ну давайте вместе посмотрим это видео. Ну в конце поговорим. Обязательно досматривайте видео до конца. Там я подытожу все, что здесь увижу. Выскажу свое мнение. Ну и вы, соответственно, как бы согласитесь с ним или нет. Ответ напишите в комментариях. И так, собственно, мы и подискутируем. Прежде чем мы приступим, по традиции, Коп Рахмет за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка. Проходите, прожимайте. И не забывайте включать колокольчик уведомления. А мы приступаем. Приступаем. Кеттек. Выдал? Ты такой костюм хочешь себе? Нет. Когда я стану народным артистом? Слушай, ты вот международный уже, а не народный. Я, я, можно? Да, походи. Блин, по-любому, да, сказал из уважения. Типа, ну сразу не ответил. Конечно же нет, блин, этот, эти костюмы у этого Леонтьева. Это просто, я не знаю, блин. Что это, как говорится, без слез не взглянешь. Но это чисто мое мнение. Так, это Аллегрова, да? Спасибо. Благодарен всем. На знак. Да. Любви к вам. Ой, как мне приятно. Спасибо большое. Взаимно. На свидание, за неделю. Спасибо большое. Мы с тобой так хорошо сидели, тогда мне прямо... Да. Я много про тебя поняла, потому что от меня дополнительно число. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего ты самого-самого доброго, теплого. Ну там, да. Спасибо. Спасибо вам огромное всем. Достаешься. Да и друзей решили. Спасибо вам. Нет, это будет круче. Да, конечно. Спасибо. 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 Ирина Александровна. Вот у нас три благодаря. Леша Бабуевич, Добрыня Петич и Илья Мурвей. Ну, раз уж такая тема пошла, я, наверное, все-таки перейду к казахскому фольклеру. Ну, раз уж то, что Димаша продолжает тему классической эстрады. Он вокалист настоящий. Он жив безвестия. И количеств не очень много. Честно говоря, Миша не любит. Очень дорогого страна. Дорогие друзья, это уже я на сайте скачать. Новая волна. Это прелестный фестиваль. Он растет, ширится, крепнет. Удивляет, молодеет. Месячно с вами, дорогие друзья. Так что приходите на фестиваль, смотрите его по телевидению. Будем очень рады. Это прибавит нам в верность. Ну, я так понимаю, это как раз таки, наверное, то время, когда Димаш только-только начинал работать с Игорем Крутым. И, можно сказать, Игорь Крутой его знакомил, да, с отечественной эстрадой. Ну, то есть, как бы, с русской эстрадой. Ну, если честно, какое-то такое непонятное чувство неловкости я испытываю почему-то. Вот, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, друзья, есть ли у вас такое чувство. Потому что, как бы, Димаш такого уровня певец. И как-то так, как будто бы себя неловко, да, чувствует на фоне российских таких метров, да, эстрады, которые уже не один десяток лет на сцене выступают. Но я думаю, это, наверное, как раз таки, может быть, какая-то его природная скромность или еще что-то, я не знаю. Вот, напишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. А я согласен с вами. Ура, новая волна, через год увидимся. На самом деле, наверное, второго такого поющего человека, наверное, невозможно сравнить с ним. У него уникальные возможности. Не только в его диапазоне, не только в его музыкальности, не только в его харизме, а вот его тембре, вот тембр, ангельский тембр. Это так изучать может только ангел, который не способен свыше. Поэтому я воспринимаю его, на самом деле, очень по-особому. И поэтому считаю, что у него есть сверхзадачи. Мне очень хотелось бы, чтобы он свою сверхзадачу сумел реализовать. Это не шоу-бизнес, ребят, это это явление. Это девочка же речь. Игорь, а если бы я вас спросил, по кому вы скучаете? Ну, у меня есть за кем скучать. Дочки, у меня есть семья, музыка. Димаш, а ты? По концертам. Ну, пока не семей ничего нет, да? Я примерно понял, к чему вы, хотите, забыли. Я примерно понял, к чему вы клоните. Но насчет этой темы я не буду говорить. Мы нашли архивные кадры выступления твоих родителей. Давайте посмотрим, как это было. Внимание. Вся семья, да, у Димаша пою? Вот откуда этот голос. Первый раз вижу это видео и вообще. Узнаю такие факты. У него мальчик, мама так же пела. Ну, практически. Блин, ребят, извините за качество видео. Спасибо. Я не знал, что мама у тебя поет, если у тебя голос такой. Они заслуженные артисты, Казахсана. Вот это видео, которое мы только что просмотрели, если не ошибаюсь, 30-летней давности, наверное, или 25-летней. Ты только родился. Да. Но они продолжают выступать тоже или нет? Зачем им уже выступать? Редко усыпаются. Пользуюсь моментом. Хотел бы поблагодарить родителей. И, конечно же, в первую очередь, Саша и родители. У нас по казахским обычаям, меня с детства приучили называть бабушкой и дедушкой, папой и мамой. И я знаю, почему. Потому что, как правило, до 5 лет мальчик, по-моему, и девочка, но насчет девочки я точно не знаю. Но мальчики, они всегда, как бы, практически все время проводят с бабушкой и с дедушкой. И, как правило, это бывает где-то в аулах. А? Как вам мои познания? Я прав или нет? Напишите в комментариях. Благодаря бабушке и дедушке, благодаря родителям у меня в жизни все складывается так, как я хотел. И я люблю их очень сильно. Кстати, мы познакомились с Димашем. Еще такой момент, да. Вот он сидит, да, такой, среди всех этих знаменитостей. Ну, там, как правило, были знаменитости российской эстрады, да. И он, как бы, прям отличается от них. Все такие сидят какие-то, ну, так, в хорошем смысле слова, матерые, прожженные, да. А он такой, как бы, просто, не знаю, как это можно сравнить, нет. Чистый лист бумаги, который только начинает писать свою поэму, жизнь. Не знаю, ну, что-то типа того, ребят, понимаете. Прям видно в нем вот эта вот чистота. И я вот не знаю, какой давности это было интервью. Но прямо хочется, чтобы эта душевная чистота, она, как бы, была с ним всегда. Это очень славный парень, очень хорошо воспитанный парень. Да, да. Ну, слава богу, и не звездная, несмотря на его звездность. Ну, потому что куча, просто толпы китайских девушек заполонили Беларусь. Чтобы знали, что, кстати, о Димаше. Вот мы ездили на жеребьевку, мы даже беседовали очень много с ним, с его отцом, с его мамой. У мамы, кстати, был день рождения, как раз во время фестиваля. Худ-то толпа поклонников сопровождала его везде. Это свита. Причем люди приехали из Сибири, из Китая, из Бразилии были. И даже из Молдавии. Да, даже из Молдавии. Фан-круп Димаша Кудайбергена. Причем они его сопровождали везде, там только появляться. Ва-а-а-а-а-а. Хоть у меня хобби никакого нет, может и меня этим заняться. Ребят, сразу да, хочу сказать. Я много слышал, ну как слышал, читал в комментариях, что Джеки Чан, такой прям ярый поклонник Димаша, даже, по-моему, он прилетал на концерт, но ни разу не видел это видео. Вот как раз-таки сейчас это видео и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Допустим, кадры с Джеки Чаном Я смотрел сейчас впервые Впервые услышал И узнал То, что Родители Димаша Это тоже певцы, народные артисты Казахстана И мама как поет В кого DimaTorzok Уродился Что еще? Ну и в целом достаточно такое Поначалу вот эти были какие-то такие неловкие моменты О которых я как бы проговаривал То, что он там Так, как будто бы немножко скромничал Да, что ли, с этими Звездами, но я так понимаю Это как раз таки был тот все-таки момент Когда он непосредственно вот-вот только с ними знакомился А потом, да, вот у Малахова По-моему там вот за этим круглым столом Да и в дальнейшем в принципе Так себя нормально, спокойно Вел как бы без какого-то Без каких-то там Стеснений Ужимок и так далее То есть, ну был полностью Раскован и раскрепощен И это было просто как бы Ну приятно наблюдать и вообще Вот все это лицезреть Блин, Димаш, ну что, Димашу Удачи, успехов Всего Пускай все у него получится в новом году И пускай он нас больше удивляет Крутыми Качественными, хорошими Песнями, исполнениями и вообще Пускай он дальше блистает на 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 Олимпе Прекрасной музыки Так, все ребята По этому видео у меня все Пишите в комментариях Ставьте лайки Не забывайте подписываться на канал Кто еще не подписался И да, ребята Если вы хотите поддержать мой канал Но не знаете как это сделать Все очень просто Достаточно Под соседними видео Как говорится Пробежаться, да Поставить лайки Написать комментарии Что-то типа комментарии В поддержку автора канала У вас это не займет Не займет много времени Но мне вы Ну не то чтобы мне Да Нам Как бы Нашему каналу Потому что этот канал Это как бы Ну не только мой канал Это наш общий канал Потому что Я Без вас Ну как бы В ютубе Никто Не было бы вас Не было бы этого канала Поэтому Это наша совместная работа Вот этот проект Да Станов Реакшн Я как бы только сейчас К этому Ну прихожу К этому осознанию К пониманию этого всего И поэтому Давайте поможем Друг другу Да Что называется Прожмем лайки Опять же Напишем комментарии Это все нужно Для алгоритмов Ютуба Чтобы Ютуб Еще больше Показывал мое видео Пользователям Ютуба Соответственно Повышались числа Подписчиков Просмотров И мотивация Для создания Реакции Хотя Ну да Можно сказать Что тут сидеть и записывать Реакции Но все же Это время Которое я провожу Вместе с вами Так все Давайте Всем пока До связи Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Субтитров